Прибыль мы выполнили, перевыполнили по сравнению с прошлым годом. Налог на доходы физических лиц. Мы где-то уже в последние годы занимаем 3-4 место в ЦФО и по объему, и по увеличению этого налога. Был как раз не исключением и прошлый год. Но что означает НДФЛ для нас? Да, это доходный источник, но если мы посмотрим с другой стороны, это говорит о том, что население Ярославской области, бюджетники, работники производственной сферы получают все больше и больше заработную плату. Это тоже радует. То есть нас радует то, что у нас зарплата растет в нашей области, и нас радует, что этот доходный источник, поскольку он остается у нас все 100% именно в субъекте, он выполняется. Мы повышали заработную плату работникам нашей бюджетной сферы два раза в прошлом году. Сразу же изначально с 1 января мы повышали на уровень инфляции в 7 на 6,5%. Потом мы повышали, вы знаете, эту ситуацию с 1 сентября. Повышали в среднем по многим отраслям почти по всем на 10%. По образованию в среднем у нас вышло 20%, по учителям 30% повышения заработной платы. Мы говорим по этим повышениям, но надо сразу же говорить о том, а сколько же для этого нужно денег. Так вот только вот это повышение, которое проходило у нас с сентября месяца, потребовало в прошлом году 700 миллионов рублей. А зарплата должна выплачиваться, естественно, на постоянной основе. И в этом году только то, что мы повысили в прошлом году, нам потребуется более 2 миллиардов рублей. То есть это дополнительные отраты областного бюджета, которые мы уже обязаны на постоянной основе производить. Естественно, мы и в этом году будем увеличивать заработную плату. В частности, мы сейчас на майскую думу, не на апрельскую, готовим по отдельным категориям, по которым мы не повышали заработную плату, повышение с апреля месяца. Вот это мы сейчас разрабатываем категории. Сколько? Так предварительно мы уже прикидываем. Только вот на это повышение для тех, кого мы не повышали заработную плату, потребуется порядка 600 миллионов рублей. В сентябре месяце мы обязательно повысим заработную плату учителям, для того, чтобы довести ее до уровня средней по промышленности, которая сложилась у нас. Это мы тоже знаем и будем ее доводить, потому что 30% повышение в прошлом году, оно не позволило выйти на среднюю по экономике. Нам сказали, да, уважаемые коллеги, воссоздаем дорожный фонд в таких-то объемах в доходной базе и ровно в такой же сумме в расходной базе, то есть эти же почти 4 миллиарда рублей, вы обязаны направить на дороги. Мы говорим, хорошо, замечательно, решение очень хорошее, а где взять 2,2 миллиарда рублей, нам не сказали. То есть из общей суммы областного бюджета мы, создав и сформировав дорожный фонд, расходы на дорожные все работы, здесь и содержание, здесь и реконструкция, здесь и ремонтная работа и так далее, мы обязаны финансировать за счет того, что где-то уменьшаем и находим еще более 2 миллиардов рублей.